Друзья, приветствую вас на канале MaxCapital. Вы на превью видели, да, то есть, что у нас происходит. У нас сегодня такое очень интересное видео. Вообще, видео озвучено, это продавать немедленно акции. Я объясню, почему продавать акции. Естественно, не все акции. Акции, которые обладают определенными критериями. Мы в этом видео разберем, что за критерии. В этом видео мы поговорим, как оценивать инвестиции. Каким образом считается доходность. У нас тут была математика. Покажу, каким образом, соответственно, считается доходность. Какие цифры у нас всегда есть и какие у нас цифры неизвестны. То есть, они находятся где-то там в неопределенном будущем. И то есть, если мы являемся инвестором и хотим получить какую-либо доходность, то каков размер этой доходности. То есть, я могу, например, положить банковский депозит и получить определенную доходность. Тут приходит Максим Петров с канала и говорит, слушайте, нафиг депозит, вкладывайте в акции. Окей, ради чего? Какую доходность я получу в акции? Какова эта доходность историческая? Насколько она отличается от ставки безрисковой доходности? Что такое ставка безрисковой доходности? Как считается доходность? Два ключевых момента расчета доходности. Будем писать. Много сегодня будем писать, считать. Но это такой мини-практикум, который вы можете пройти. В дальнейшем любую инвестицию оценивать именно через призму дохода, ставки безрисковой доходности, доходности вложений. И, кстати, это очень важно и полезно будет, если вы занимаетесь еще и привлечением инвестиций. Хотите привлечь инвестора? Я вам просто покажу, как инвестор будет смотреть на ваши проекты. С каких позиций и какую доходность он будет вам требовать, чтобы вы обеспечили и насколько вы готовы эту доходность ему обеспечить. Ну что ж, поехали. Ты положила 100 рублей, доходность депозита 30%. Сколько лет у тебя должны пролежать деньги без капитализации? Ну, то есть ты будешь забирать каждый год, ты не будешь реинвестировать, ты будешь каждый год забирать деньги, ну, проценты. То есть через сколько лет ты заберешь процентами 100 рублей? А, с процентами. А, с процентами. Ты сейчас начинаешь, получается, что делать? Ты начинаешь 100, от 100 находить 30%. Ну, окей, находи. Мы их прибавляем. Куда мы их прибавляем? Ну, мы же год прошел, мы их забрали. Мы их забрали, да, 30 рублей. Да, потом мы уже 130 и от этих... Нет. Еще раз, откуда у тебя 130? Ты 30 рублей забрала. То есть открыла банковский депозит на 3 года, падает 30% годовых и каждый год забираешь проценты. Коммуналку оплачиваешь. Есть какая-нибудь гипотеза? Ну, если каждый год по 30 рублей, то через, получается, 9 рублей, 30-60-90, 30-30 не может, и, по-моему, чтобы рублей... Как считаешь? Год 30, 2-60-90. Ну, и там вот остаток какой-то добить до 100. От какого года рождения? 99-го. Идешь 100. Ну, 100 надо равно до 30 разделить. Я вот так вот, правда, считаю. Ну, потому что вы как бы идете по схеме каждый год по 30, а потом непонятно, что делать с 4-м годом, потому что там 30 не получается. Как вот этот остаток посчитаете? Ты считала, первый год ты забрала 30 рублей, окей. Это первый год. Второй год у нас по-прежнему лежит 100 рублей, 30 рублей, проблем нет, это второй год, да, то есть итогу у нас накопительным итогом 60 рублей мы забрали, у нас 100 рублей по-прежнему лежит. Третий год 100 рублей, 30 рублей, третий год, это у нас получается 90 рублей накопительным итогом. Окей, как посчитать на четвертый год, он же не весь год будет, а какую часть? То есть нам надо еще добить 10 рублей. Как нам посчитать, за какой промежуток времени от года со 100 рублей десятка будет начислена. Берем 12 месяцев, делим на 30 рублей. Если бы вы 30 рублей разделили на 12, я бы понял, что вы бы в этом случае посчитали, сколько в месяц вы получите. Если 30 разделить на 12, это получается количество рублей, которое мы получаем в месяц. 2,5 рубля в месяц мы получаем. И нам получается, нам нужно 10 рублей взять. То есть мы вот так вот идем. Мы, соответственно, 3,33. Ну 0,33% от 12 месяцев, это 4 месяца. Есть два показателя. Доходность и окупаемость. Доходность я показал. Мы сейчас что считали? Окупаемость. То есть за сколько у меня окупятся мои вложения? То есть если я инвестор, если я капиталист, что для меня является ключевым показателем? У вас есть деньги. Вы их куда-то вкладываете. Первое, на что мы обращаем внимание, мы обращаем внимание на доходность. Если мы обращаем внимание на доходность, и у нас есть деньги, которые мы можем вложить, что значит? Что у нас всегда есть цена, которую мы можем заплатить. То есть если мы открываем банковский депозит, цена, которую мы платим, это соответственно, какую сумму мы на депозите размещаем. Если мы покупаем облигацию, то мы знаем, по какой цене мы покупаем. У нас есть деньги и на эти деньги мы соответственно можем что-то купить. С какой-то определенной доходностью. И здесь возникает вопрос. У нас всегда есть два параметра. Первый параметр у нас есть. Первый ключевой – деньги, то есть капитал. Что мы вкладываем? Деньги. Второй у нас есть параметр доходности. И параметр доходности можно посчитать по-разному. Можно доходность поделить на деньги, можно деньги поделить на доходность. То есть, например, нам говорят, слушай, вложи 100 рублей, будешь получать 10 рублей в месяц. И мы, соответственно, можем получить два параметра. 10 рублей в месяц, это мы получается 10 умножаем на 12, получаем 120 рублей. Это денежный поток. Мы, исходя из этого, можем посчитать доходность. Как мы доходность считаем. Размер денег, которые мы получили 120 рублей, мы делим на вложенные деньги 100 рублей. Окей, получили 1,2 и умножили на 100. Получилось 120%. Мы можем разделить деньги, которые вложили на денежный поток. То есть мы меняем числитель и знаменатель. Мы не 120 на 100 делим, а мы 100 делим на 120. 0,83. То есть это количество лет, которые нам понадобятся для того, чтобы окупить эти вложения. То есть мы можем при этом 0,83 умножить на 12. 10 месяцев. Абсолютно любой объект для инвестиций, который мы используем, мы можем, соответственно, через эту призму рассмотреть. Окей, облигации вложить. Какая доходность? Доходность 17%. Окей, 17%. Вариант номер 1, что мы делаем? 17% доходность нам и так известно. За сколько лет у нас окупятся инвестиции? Мы берем и 100 делим на 17. 5,88. Умножаем на 12. Получаем 70 месяцев с половиной. Окей, мы вложили, мы покупаем облигации федерального займа. Облигации федерального займа российские в настоящий момент имеют доходность 11%. За сколько лет у нас окупятся инвестиции? 100 разделить на 11. Когда вложенные деньги мы делим на доходность, получаем 9 лет. За 9 лет наши инвестиции окупятся. Это один из ключевых показателей, да, то есть фундаментальный, на которые обращают внимание инвесторы, это цена-прибыль. Цена, деньги, которые мы платим, цена, деленная на прибыль, чистую прибыль. То есть сколько чистой прибыли эта компания генерирует? Пи на и. То есть цена, деленная на прибыль. Почему я про это говорю? Потому что когда мы говорим про то, что сейчас нужно продавать акции или какие-то акции оставить в портфеле, вот возникает вопрос, что сейчас лучше сделать? То есть сделали очень громкое заявление в начале видеоролика. Продавайте нахрен акции, покупайте облигации. Тогда возникает вопрос. На основе чего, Максим, ты делаешь такие выводы, да, что акции нужно продавать, а облигации нужно покупать? Потому что я говорю, что есть первое ключевой показатель, у нас есть ставка без рисковой доходности. То есть если я инвестор, я могу взять тысячу рублей, вложить на 10 лет и получить 11 процентов. Это получается, что для меня в этом случае показатель пи составляет, то есть у меня есть тысячу рублей, цена, которую я плачу. Тысячу рублей я делю на доходность, которую я получаю, 11 процентов. 9,09. То есть у меня срок окупаемости 109 месяцев. Это я не считаю, что облигация может еще в цене вырасти, потому что процентная ставка высокая, да, и если процентную ставку начну снижать, еще облигация в цене вырастет. Окей, хорошо, я говорю, нет, мало. Хочу прийти на фондовый рынок и получить рыночную доходность. Какая исторически бывает доходность рыночная? Это ставка без рисковой доходности, которая равна ставке ОФЗ, это получается 11 процентов, да, то есть получается у нас ставка без рисковой доходности, плюс премия за риск. Почему премия за риск? Потому что если я покупаю ОФЗ, мне должно само государство, которое постоянно поднимает налоги, которые эти налоги индексируют там для компании, которые вводят какое-то дополнительное ДПИ, которые говорят, ребята, давайте вы скинетесь, да, потому что там все понимают, что сейчас тяжело, вы скинетесь. То есть у государства есть мощный аппарат налоговый и карательный в том числе, да, для того, чтобы получить эти налоги. Из этих налогов мне, как держателю облигации федерального займа, будет выплачено денежные средства. В этом случае доходность будет 11 процентов. Я говорю, мало, мне мало, хочу больше, да, то есть, потому что я считаю, что инфляция будет больше, условно опять-таки, да, или причина, почему у меня доходность 11 процентов может быть вообще моей внутренней, и это никого не интересует. Окей, хорошо, как я с людьми разговариваю, которые говорят, вот у меня есть проект, вот я хочу проинвестировать, да, вот я хочу привлечь деньги сейчас там на депозитах под 15 процентов, а я готов 17 с половиной давать. Начинаешь разговаривать, ну ладно, хорошо, ну давай 20 дам. По ОФЗ же только один сможешь получить, а я 20, ну хорошо, давай 22. Я говорю, смотри, если ты готов давать под 22 процента, привлекая чем? Тем, что если человек, допустим, придет в банк, банк ему 22 процента не даст, потому что банк ему даст, ну в лучшем случае 15 процентов, это на короткий промежуток времени, да, а на какие-то длительные, тебе же деньги нужны не на год, тебе же деньги-то нужны, наверное, года на 3-5, ну да, расчетная там окупаемость 5 лет проекта. Я говорю, окей, тебе деньги нужны на 5 лет. И поэтому, когда ты будешь приходить к человеку, да, то ты ему будешь объяснять, что я у тебя не на год беру под 15 процентов или даже 22 процента. Я тебя по 22 процента беру на 5 лет. И тогда человек, который дает эти деньги, у него возникает вопрос, ага, мне тебе, дядя, дать под проект какой-то там, тебе только лишь понятный, по 22 процента. Или в облигации федерального займа получить с этого гарантированно 11 процентов со всеми. Или может быть дать, я не знаю, какому-нибудь Лукойлу, Газпрому, самолету, ЛСР, да, то есть, ну, более надежным каким-то заемщикам, которые недвигу продают, а у нас как сумасшедшие недвигу покупают. И поэтому ты должен в этом случае дать премию. Ты человеку должен дать такую премию, чтобы его жадность в конечном счете перекрыла вот эту вот осторожность, да. Под 22 процента ты не привлечешь деньги на 5 лет. Не привлечешь. Потому что я тебе сейчас дам, ты там что-то строить будешь, потом там что-то окупать будет, у тебя это не будет. А вдруг не пойдет? А вдруг у тебя смета изменится? А вдруг ты еще кредиты возьмешь? А вдруг ты вообще не расплатишься? Или у тебя там перенесутся срок запуска, и ты будешь реструктурировать? Меня это не устраивает. Я по 22, не готов, дай мне премию. Сколько это премия составляет? Эта премия я могу, как инвестор, вложить в облигации федерального займа под 11 процентов. Если рассматривать альтернативу, я готов брать повышенный риск, дайте премию. Стандартная премия составляет 2 ставки без рисковой доходности. То есть, если мы говорим, что у нас ставка без рисковой доходности, доходность в 10 летах составляет 11 процентов, то ставка без рисковой доходности составляет 22 процента. Ну мы примерно к этому и приходим. Но ты к этим 22 процентам, это не общая доходность, которую ты мне должен отдать. Ты мне еще должен обеспечить ставку без рисковой доходности, потому что я как альтернативу могу ОФЗ. То есть, не 22, а 22 плюс 11 процентов. И тогда получается, что премия за риск плюс ставка без рисковой доходности 33 процента. И тогда, что у нас получается? Деньги нам понятные. Те же самые переводим на ОФЗ. Тысячу рублей. Делим. Ставка без рисковой доходности плюс премия за риск 33 процента. Получаем 3,03. Умножаем на 12. Получаем 36 месяцев. Почему я так много говорю? И почему мы все это считали и превратили в некий такой тренинг по математике? Мне становится немного страшно в плане математики, как она преподается. Потому что, казалось бы, очень простые вещи. И почему я говорю продавать облигации? Потому что, получается, сейчас покупать акции, у которых показатель цена прибыли больше трех, это рискованно. Это говорит о том, что сейчас акции, цена акций, которая формируется в настоящий момент по соотношению прибыли, которые они генерируют, она завышена минимум в два раза. То есть, текущий показатель PE российского рынка где-то в районе 6-6,5-6,9. А должен составлять 3,03. Я говорю про весь рынок. И опять я говорю про все акции. То есть, внутри рынка, внутри индекса есть акции, у которых показатель PE ниже трех. То есть, это компании, которые зарабатывают хорошую прибыль и которые могут оставаться по-прежнему в портфеле. Но, если говорить про широкий индекс, при текущей ставке безрисковой доходности, при текущей доходности десятилетних облигаций в 11%, получается, что весь рынок должен сложиться минимум на 30-40%, чтобы стать привлекательным для покупки. И здесь у нас или ставка должна уйти вниз безрисковой доходности, а для этого нужно, чтобы снизилась инфляция, для этого нужно, чтобы центральный банк упустил процентную ставку. Тогда будут оправданы текущие цены акций. Или рынок должен скорректироваться, и ценные акции должны уйти вниз, стать более привлекательными. И тогда получается, что если я нахожусь в этой парадигме, а я могу по облигациям получить 11% по ОФЗ за 10-летний промежуток времени. Есть облигации высокого кредитного качества, по которым можно получить доходность порядка 16-17%. То есть, если посмотреть даже доходность 17%, мы можем опять-таки 100 разделить на 17, за 70 месяцев. За 70 месяцев у нас окупятся инвестиции. То есть, что мы в этом случае получаем? Это некая разумная инвестиция. То есть, мне сейчас предлагают купить акции, то есть стать собственником бизнеса, у которых в моменте, получается, из-за курса доллара получилась высокая прибыль. Я не знаю, заберут эту прибыль или нет. То есть, могут что-то издать. Давайте вы заплатите, принудительно заплатите еще что-то. Причем заплатите не в плане, что это компания с государственным участием. Вы платите всем, вы платите и государству, вы платите и миноритарным акционерам. То есть, все выигрывают от этого. А именно заплатите это из чего-то дополнительного, разового. То есть, заплатите из уже полученной прибыли в качестве дополнительных налогов, выбрав социально ориентированную политику федерального бюджета. Могут, теоретически могут. Уже как бы показывали, что могут. Эти риски, они никуда не уходят. Второе, что цена пока что все-таки высокая, чрезмерно высокая, чрезмерно завышена. То есть, только сколько стоит сейчас российский рынок ценных бумаг. И поэтому, первое, зайти в свой портфель, посмотреть, какие акции находятся в портфеле, зайти посмотреть фундаментальные показатели. Если фундаментальный показатель цена прибыли компании составляет менее трех с половиной, очень внимательно посмотрите на эти компании. То есть, что это за компании и почему они сейчас так дорого оцениваются. Есть компании, которые получили какую-то разовую ситуацию, связанную там, продали что-нибудь. Или компании, которые, например, когда курс доллара был низкий в прошлом году, особо не продавали свои товары. Но в 2023 году, когда курс доллара вырос, то есть, они на экспорт работают, они разгрузили свои склады и у них разово образовалась высокая выручка. То есть, просто внимательно это посмотреть. И по-хорошему лучше продать. Во-вторых, можно посмотреть в облигации высокого кредитного качества. Потому что вы здесь получаете, и просто с каких позиций, да? С позиции, что вы находите облигации, например, трех-пятилетние, в которых имеется доходность 16-17%. Смотрите их финансовые показатели, смотрите их баланс, какова у них долговая нагрузка, что у них происходит с бизнесом, что у них происходит с прибылью, какая у них денежная позиция. Если вы понимаете, что там, в принципе, ничего страшного в следующие 3-5 лет нету, то в этом случае просто может получиться так, что когда мы взяли показатель 17%, у нас ПИИ получился 5,8. У вас просто элементарно в портфеле могут быть акции, у которых этот показатель составляет, например, 6-6,5-7. Но там этот показатель доходности привязан к тому заплатят, не заплатят, потому что не все будет выплачено в форме дивидендов, а здесь с доходностью 17% вы получаете доходность к погашению. Вы начинаете сейчас уравновешивать свой портфель, что при текущей процентной ставке, которую мы имеем в стране, у вас получается в портфеле выгоднее держать облигации, чем держать акции. Вот и все. Потому что вы можете в облигациях высокого кредитного качества получить сопоставимую с акциями доходность. Это говорит о том, что в текущей цене акций нет премии за риск. А премия за риск очень высокая, потому что высокая процентная ставка. Мало того, когда вы покупаете облигации с такой доходностью и вдруг происходит условие, при котором рынок не падает, а процентная ставка начинает снижаться. Премия за риск останется той же, а ставка без рисковой доходности станет меньше. И тогда будет обоснована такая цена акций. Что в этом случае? Вы тоже не проигрываете. Потому что тогда центральный банк будет снижать процентную ставку, а снижение процентной ставки приведет к тому, что у вас облигации вырастут в цене и вы тоже на этом заработаете. И это вот то, что хочется сейчас прям обязательно донести для клиентов, для инвесторов, что посмотрите очень внимательно на свои инвестиционные портфели. Если вы хотите получить подборку непосредственно облигаций, которые на наш взгляд являются наиболее интересными для ребалансировки, для включения в портфель с доходностью там от 15 до 17 процентов, ссылка на мастер-класс внизу под этим видео. Проходите, смотрите, обучайтесь, берите этот список, как сформировать такой консервативный инвестиционный портфель, просто проведите ребалансировку. Почему необходимо это осуществлять, я постарался объяснить. Потому что при текущей цене, сколько стоят наши активы и ставки безрисковой доходности, которые можно получить, практически отсутствует премия за риск. Таких историй, таких ситуаций, они бывают не так часто. Причем сегодняшняя ситуация особая и уникальность заключается в том, что центральный банк повышает процентную ставку не для управления денежной кредитной политикой. По сути, повышение процентной ставки идет для того, чтобы стабилизировать валютный курс перед выборами. То есть, он не обусловлен какой-то необходимостью реального фактического ужесточения ДКП, потому что это замедляет экономику. И поэтому получается, что факторы, которые приводят к тому, что процентная ставка центрального банка находится на текущих значениях, они фундаментально не обоснованы. Они делаются для того, чтобы просто как бы повлиять на курс хоть как-то. Потому что фактически в двадцать втором году у центрального банка выбили из рук инструмент, который позволяет управлять валютным хрустом, стабилизировать его, выходить с валютными интервенциями. И ЦБ, и так как у него этого инструмента нет, а что у него остается, у него только ДКП остается, то есть денежно-кредитная политика, управление этой денежно-кредитной политикой, он начинает повышать процентную ставку. Хотя такой необходимости в принципе нет. И многие экономисты в этом признают. Причем нельзя исключать, что ЦБ еще незначительно ужесточит денежно-кредитную политику, там доведет ставку до 16-17%. Но опять-таки, я думаю, что мы уже во втором квартале 2024 года услышим более мягкие заявления о том, что ставка будет постепенно снижаться. Почему этот момент не использовать? Опять-таки у нас фактически до конца года, сейчас, там остается полтора месяца, есть возможность сформировать консервативный портфель, может быть, уйти от рисков и находиться в облигации. Дополнительным плюсом для людей, которые выбирают валюту все-таки, кто опять-таки находится в стане крайне стана, нужно понимать, что эти же факторы будут приводить к какому-то стабилизации и укреплению рубля. И если вы там инвестируете в валюту, то в этом случае вы получаете 17%, 16-17% в стабилизирующемся, укрепляющемся рубле, который при прочих равных условиях в конце первого, начале второго квартала можно будет конвертировать обратно. То есть выйти из облигаций, частично переложиться в доллары, которые могут скорректироваться к этому периоду, потому что у нас все-таки выборы. Ребят, очевидная, простая история, которую можно внедрить прямо сейчас, поэтому то, что вы должны сделать сейчас, ссылочка внизу, прям открываете описание видео, ссылка про облигации, проходите, забирайте список облигаций, смотрите на свой инвестиционный портфель, где-то сокращайте акции. История с облигациями, классная тема. Уравновешивайте облигации с фиксированным доходом, еще облигациями с плавающим доходом, но в списке там соответственно облигации у нас указаны эти облигации с переменным купоном, в том числе. Сегодня на этом все. Если понравилось видео, обязательно оставляйте комментарии, будет ценно послушать, подискутировать. Как вы заметили, в последнее время я лично отвечаю на большинство интересных комментариев. Хотите мое мнение, более активно подписывайтесь, комментируйте, делитесь со своими друзьями и близкими. У меня на этом все, на связи был Максим Петров, пока-пока и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok